Здравствуйте, дорогие коллеги и все интересующиеся проблемами человека и воспитания. Но прежде чем обозначить сегодняшнюю лекцию, которую я назвал «Искусство развития талантов», я напомню, что на предыдущей лекции мы с вами разбирали три судьбы трёх молодых людей, двух восьмиклассников, которых вызвали из восьмого класса за злостную неуспеваемость, и судьбу девочки Иры Воропаевой, ставшей жрицей любви бедной несчастной девочки, которая даже думала покончить с собой. И, в общем, эти все три юных существа, они за один год закончили среднюю школу и поступили в университеты, довольно престижные вузы. Но прежде чем дальше рассказать о сложной судьбе Иры Воропаевой, бывшей жрицей любви, позвольте мне остановиться на самых глобальных и существенных категориях духовно, я бы сказал, интуитивного творчества, которое именуется «Искусством развития талантов». Я хочу ещё раз предупредить, я ничего не открывал в своей деятельности за полвека работы с детьми и педагогами. Я лишь вычленил из мировой культуры то, что является, как говорил Ильин Иван Александрович, наш выдающийся правовед, очевидным. Итак, что такое педагогическое искусство? Замечу, когда я 30 лет назад написал докторскую диссертацию по проблемам педагогического искусства, меня забодали, а со всех сторон стали кричать, педагогическое искусство как такового нет, есть педагогическая наука. И так мне не дали защититься по этой теме. Я вынужден снизиться на следующую ступеньку. Назвал диссертацию «Основу педагогического мастерства». Но это мне тоже запретили защищать. Я дважды защищался. Наваки, но бог с ним. Итак, педагогическое искусство есть трансцендентальный синтез духовно-правовой идеологии, культуры и высоких технологий, обеспечивающий в учебно-воспитательном процессе высокий уровень творчества педагогов и их питомцев. Могу сказать, что понятие «трансцендентальный» является основной в отечественной философии. И Булгаков, Бердяев, Ушеславцев называли трансцендентность как идеал основной категории философии. В отличие от трансцендентности, трансцендентальность означает путь к идеалу, нечто познаваемое в методах, приемах и формах работы. Итак, основные категории современной духовно-правовой идеологии, определяющей эффективность и образования, и культуры, и, я бы сказал, всех сверхдеятельностей в нашей стране. То, что у нас сейчас нет в стране идеологии, это все знают. Но когда я представил материалы по идеологии в правительство, в Совет Федерации, в Госдуму, все признали, что это прекрасно, но, к сожалению, никто, никто не принял меры для того, чтобы опубликовать эти, так сказать, документы, эти программные документы, вот в этой книжке. Единственная только фирма, это ассоциация российских предпринимателей сдала эту книжку, и то бестероза, значит, для такого обозрения. Итак, культура. Кстати, не так давно, не так давно, значит, выступал Евгений Сидоров в литературной газете и сказал, что у нас нет приемлемого определения культуры. И действительно нет. Когда я одному или даже двоим академикам сказал, а как вы относитесь к высказыванию Бердяева, культура без любви – отвратительная ложь. Они мне ответили, ну, знаете, это индивидуальное такое литературное выражение и так далее. А это не отнюдь литературное. Наша культура нынешняя бездуховая, ибо она не имеет своей идеологии. Она живет отходами той марксистской идеологии, которая была сформулирована много десятилетий тому назад. Итак, культуру я определяю как развернутый во времени духовный мир человека, личности, утверждающий в высшей духовной ценности, создающий, развивающий и обогащающий духовные материальные богатства данного социума. Это очень простая формировка – духовный мир человека. А что такое духовность? Ни в одном словаре мы не найдем понятия духовности. Даже у Даля нет, у Владимира Даля нет определения духовности. Есть религиозные толкования духовности, дескать, это высшая божественная ценность и только всего. Я определяю, с этим согласились многие ученые, и даже религиозные светилы богословы. Духовность есть сила проявления интеллектуально-эстетических и нравственно-волевых данных личности. Вот ведь очень просто. А право, право, право санкционированы государством правила поведения. В обществе, государстве, семье, межличностном общении. У нас духовность и право всегда были разъединены. Марксизм фактически игнорировал духовность, утверждая право. А, собственно говоря, формула, которую многократно повторял Ленин, а за ним Сталин и другие, диктатура пролетариата опирается не на право, не на закон, а на насилие. Ну, как мы знаем, насилие всегда враждебно было духовности. И вот эта сакраментальная, уничтожающая духовность, система взглядов у нас бытовала в культуре, в образовании, в науке и так далее. Она утверждала насилие и невелировку личности, уничтожение талантов, дарований и духовных начал. И вот в этой связи я рад, что нахожусь в гуманитарной академии. И вот хочу сказать, что гуманитарность и гуманитарная культура тоже есть одна из форм выражения духовности как силы проявления интеллектуально-эстетических и нравственно-волевых данных личности. И вот в этой связи определяются очень просто цели воспитания. Это просвещенный культурный, духовно-творческий человек, любящий свою родину, свою семью и свои потенциальные возможности и достоинства. Вот этот вот пункт в отношении любви к своим достоинствам в нашей педагогике намертво уничтожал. А почему? А, дескать, это эгоизм, это, значит, веет чем-то таким религиозным и так далее. А на самом деле, на самом деле, без любви к своим достоинствам нет ни культуры, ни образования, ни становления личности. И права была Зинаида Геппиус, наша величайшая поэтесса, которая говорила, «люби себя как Бога». Почему? Потому что в каждом из нас бытует и развивается божественное начало. Если мы в них сомневаемся, значит, мы сомневаемся в полноценности своего «я». И вот это вот крайне важно, потому что любовь и свобода и созидательная деятельность есть Бог. Об этом говорил и апостол Павел, и апостол Иоанн, и отечественные мышлители. А теперь, на примере, на прошлой лекции, значит, судьбе Ирочки Воропаева, мы раскроем некоторые выражения при проведенных категории практической деятельности. Итак, Ирочка Воропаева в недавнем прошлом юной жрице любви, решившая, что именно семья и школа подвели ее к разградному образу жизни, «Рассказываю себе, Ирочка плакала». Она, дрожа, мне обдала книжку, говорит, вы посмотрите, что здесь написано. Эта книжка была некого французского писателя, Сержа Мабли, она называлась «Десад», двоеточие, «Террор в будуаре». Когда я открыл эту книгу, у меня волосы дыбов, мне стыдно было смотреть и на Ирочку, и в свою душу я обозвалился заглянуть, потому что там были написаны чудовищные размышления этого садиста Маркиза Десада. Он писал, вот, значит, человек убивает мать, изнасиловал ее перед этим спереди и сзади, потом он убивает свою дочь, опять-таки так же изнасиловал их. И вот такие чудовищные вещи. То есть, я спрашиваю, зачем семье Ирочки-Воропаевой, как и многим другим семьям, нужны такого рода книги, которые сейчас заполняют прилавки магазинов, которые сейчас находятся в каждой семье и потенциально разброщают детей и молодежь. Кстати, здесь очень любопытное такое явление. Существует психология нынешняя у нас и зарубежная, такое понятие, как пространство любви. Пространство любви, оно может быть бездуховным. Тогда это не любовь, тогда это не духов, тогда это вообще ничто. Тогда это жестокость, тогда это разложение и разврат. Так вот, а пространство любви духовное, которое действительно формирует духовное начало личности, оно утверждает действительно высокие чувства, категорически выступая против вот этой мерзости, о которой пишет этот Дэшат и его, так сказать, толкователь Мамли. Кстати, любопытная вещь. В эпоху французской революции, когда жил Дэшат Робеш-Пьер вместе со всеми своими революционными единомышленниками, он выдвинул ряд, утвердил ряд декретов, по которым категорически запрещалось производство порнографических изданий, запрещалась проституция, всякие такие вот развратные вещи, чего, кстати, или что, кстати, сделала наша революционная, скажем, правительственная, значит, диктатура в свое время, и это у нас тоже было записано. А сейчас джина выпустили из бутылок, то есть этот разврат фигурирует везде и всюду. И вот, когда Ирочка мне показала вот эту книжку, потом показала другие книжки, о которых я рассказал на прошлой лекции, я не знал, как будет. Я ей сказал, Ирочка, знаешь что, я не могу сейчас с тобой говорить, давай я подготовлюсь фундаментально, мне очень хочется с тобой поговорить по-настоящему. И вот придя домой, я стал рыться во всех источниках, искать какие-то аргументы для того, чтобы действительно по-настоящему убедить эту бедную несчастную девочку, ставшую на такой вот жуткий, безнравственный, я бы сказал даже, преступный путь. И вот тут неожиданно я столкнулся с судьбой Иисуса Христа и Марии Магдалины. И вот первую картину, которую я написал, я ее назвал «Лучезарный свет Христа». И я ее показал, эту картину Ирочке, вот эта картина первая на экране. Значит, что, собственно говоря, особено, почему я так назвал? «Свет и в Старом, и в Новом Завете олицетворяет Бога». И случайно сейчас во многих странах занимаются проблемой просветленности личности, просветленности синоним высокой духовности. «Швет есть Бог, есть Христос», говорит апостол Иоанн. И он говорит о нем, что я явился, то есть, прошу прощения, Христос явился для того, чтобы возвестить о свете, значит, о Боге. И вот это вот «Лучезарный свет Христа», он есть в каждом, когда действительно человека охватывает действительно высокое чувство духовности. И вот здесь я вспоминаю, как говорил апостол Матвей, если свет в твоих глазах тьма, тогда что такое свет? То есть человек вроде бы может и светиться, и я Ирочке говорю, вот в тебе вроде бы есть эта просветленность, но на самом деле твой свет – тьма, потому что ты не вышла из того пути, из того окружения, в котором ты фактически оставила свою душу. И вот тут я ей показал свой триптих, который назвал «Мария Магдалина и Христос». Я покажу вам сейчас этот свой триптих. Вот перед нами первая картина триптиха «Мария Магдалина и Христос». Но, по всей вероятности, Христос рассказывает о предстоящей своей казни. Он говорит то, что он говорил многим. «Наступит час, когда в самую трудную минуту моей жизни вы все покинете меня». Так она и случилась. Не покинула его только Мария Магдалина. Она была предана ему. Она любила Христа, как никто другой. «Выходит, Мария Магдалина лучше апостола, перебила меня Ира?» Я ответил. Наш великий отечественный мыслитель Владимир Соловьев говорил, даже много писал о том, что слабому полу, женщине, то есть, присуще особое, возможно, божественное качество, именуемое вечной женственностью. Причем понятие «вечность» употребляется не в плане временного порядка, а в плане высшей духовности, которая порой во многом превосходит многие достоинства мужчин. «И вы в это верите?» – перебила меня Ира. «Верю» – ответил я твердо. Посмотрите еще раз на триптиф. У распятия стоит Богоматерь и Мария Магдалина. Где-то там далеко, в 50 метрах, Иоанн отбежался, а все остальные покинули его. И я когда сказал о том, что вот это вот истинное духовное чувство такой высоты может действительно прославить женщину, и не случайно в библейской энциклопедии Мария Магдалина названа равноапостольской. И вот на третьей части триптифа изображен воскресший Христос, и он первой, кому явился, была Мария Магдалина. То есть ни к апостолам, ни к другим, ни к матери даже, а именно к Марии Магдалины. Ибо он считал, что она должна возвестить миру о его воскресении и даже своим друзьям. И вот здесь мне понравилось очень, как по этому поводу рассуждает прекрасный английский комментатор Ульям Баркли. Он говорит, одиночество Иисуса, когда все отсотнулись от Него, утверждает Его высокую духовность и праведность. И он приравнивает Его, как и Марию Магдалину, к божеству. И сочувствие Иисуса к своим предавшим товарищам, друзьям, апостолам, заключается в том, что он говорит, не отчаивайтесь, передает им, не падайте духом от того, что отступились от меня. И каким же высоким чувством, наверное, пылало в сердцах Христа, покоренного благородством Марии Магдалины, оказавшейся вровень с Богоматерью. И вот я замолчал, а Ира тихонько попросила, еще что-нибудь расскажите, пожалуйста. Пожалуйста, я сказал охотно. Однажды Христос принял раскаившуюся грешницу, которая опустилась перед Ним на колени, умостила Его ноги дорогим миром, омыла их слезами и обтерла их влажами. О ней Иисус сказал, грехи ее прощены, ибо велика ее любовь. И Марию Магдалину, страдавшую нервным расстройством, как и многие зрители любви, он излечил силу из своей любви. Он не только вернул ее к жизни, но и посвятил его все тайны своего учения. И вот поэтому апостол Павел, апостол Иоанн действительно называют ее великой женщиной, которая помогла Христу в трудную минуту, не отступилась от Него, и до конца дней своих была верна Ему и умерла в вере своей. И даже, в отличие от апостола, обращалась к императору Тиберию с просьбой помиловать Христа посмертно. Ирочка, по мере того, как я говорил, светлела и счастлива. Я ей рассказал еще о друзей и персиде духовных возлюбленных апостола Павла, об Олимпиаде. Она сказала, вы даже не представляете, что вы со мной сделали, а можно мне сфотографировать ваши картины? Я кинул головой. Я завтра принесу фотоаппарат, сказала она, и когда ребята уйдут, я сфотографирую их. Они мне очень понравились. У меня к тебе тоже есть просьба, сказал я. Я знаю, ты владеешь компьютерной техникой, а я разрабатываю вместе с ребятами правила ускоренного развития дарований. Не могла бы ты набрать на компьютере первый вариант этих правил, а заодно и высказать свои соображения относительно их содержания? Обязательно сделаю, обрадовалась Ира. Давайте ваш текст. На следующий день, до начала занятия, Ирочка прибежала ко мне с порога и прямо сказала радостно, если б я знала эти правила раньше, я бы была бы совсем другим человеком. Я рассказала про эти правила своим подружкам, им так все понравилось. Вот эти правила ускоренного развития дарований и высших способностей. Первое правило. Каждый человек талантлив, лишь мера талантливости разная. И вот здесь я хочу просто привести еще пример. 30 лет назад ко мне, когда я работал директором школы, пришел прицепщик тракторной бригады Александр Иванович Шевченко. Его звали все со школы, это было на Украине в славянском районе Донецкой области. А я занимался живописью, причем помещений не было в туалетной комнате. Он стал у меня присутствовать, я говорю, а что, а я что, я сам попробую, он украинец. Я говорю, давай, пожалуйста. И дал ему краски, кишки, знаешь, он стал работать. И я ему сказал, Саша, у тебя настоящий подлинный талант, у тебя безумительное чувство света. Он на меня посмотрел, ты правду говоришь? Я говорю, ей-богу, вот клянусь. И вот, что интересно, он так увлекся вот этим творчеством, художеством, стал прекрасным педагогом. И вот 25 лет он руководит студией, которая на весь мир прославила его. И что интересно, ну, я помог ему выстроить там действительно двухэтажное здание, значит, все это было украшено детскими работами. Все село мы украсили, все избы украсили детскими работами. На постенке прямо рисовали. Ну, этим заинтересовался тогда Борис Михайлович Неменский, он действительно высоко оценил. Вот в фонде культуры тогда, значит, все это, так сказать, поддержали его и прочее, прочее. Вот необразованный человек, не имеющий даже среднее образование, вот, достиг вот таких высот. Сейчас в студию, в село Прелестное, так называлось, приезжают до 200 человек в неделю с разных стран мира знакомиться с творчеством. А выставка его была, экспонировалась даже в Капитолии. Вот второй пример. Значит, я был, значит, попросили меня провести семинар-тренинг по реализации вот этого, вот этого, про развитие талантливости, правил вот этих вот. Воткинск, воткинск, это город Водмуртия, лидирующий в стране по суициду. Самое большое количество самоубийств в Воткинске. И вот я стал работать с ними, и вот Ирина Игоревна, значит, вдруг она так увлеклась, она тоже, собственно говоря, не имела художественного образования. Ирина Игоревна, когда я уехал, она стала проводить аналогичные семинары по развитию талантов. Ну, я говорил, что, значит, в возрасте от 4 до 70 лет многие проявляют свой талантливость, мы дальше об этом расскажем. Второе правило, которое является крайне важным, талант выявляется и развивается двумя высшими духовными ценностями, любовью и свободой, ибо они есть Бог. Открытие таланта не зависит ни от возраста, ни от образования, оно зависит исключительно от веры человека в свои божественные начала. И вот третье правило вытекает отсюда. Вера предшествует знанию. Вера талантливая является двумя высшими ценностями, вторая. А третье – вера предшествует знанию. Причем вера расчленяется на три уровня. Первое – вера в мессианскую роль России, которую поэтично обозначил Гоголь. Помните, куда ты несешься, Русь не дает ответа, а вместе с тем, кощась, постараниваются другие государства, как несется в бешенном темпе тройка Русь. И вот вера в мессианскую роль России, то есть настанет время, непременно Россия преодолеет все кризисы существующие, и действительно станет на великий путь самоутверждения и развития своих духовных начал и ценностей. И эту святую любовь к Отечеству несли в своем сердце и Пушкин, и Лермонтовы, и Достоевский, и Чернышевский, Ильин Бердяевы и другие. И вот, кстати, я должен сказать, что эта вера была не только у людей гуманитарной направленности, но и у таких ученых, техников, инженеров, как Циолковский, Сухов и другие. И последняя ступень веры – вера в свои творческие силы. Нам в нашей стране недостает высокой самооценки наших детей, наших родителей, педагогов и так далее. Мы все боимся признать свои прекрасные достоинства. А между тем наша страна богата не только недрами, лишами там нефтью и так далее, но и прежде всего огромным духовным потенциалом талантливых людей, прежде всего молодежи. Четвертое правило. Развитие таланта не навязывается извне. Оно самосозидается самой личностью. Человек сам творит свое воспитание, свой талант. А роль педагога или родителя состоит в том, чтобы с силой и седрости своей души помочь питомцам в своей реализации. Как говорил великий педагог Дестервех, воспитатель или педагог подобен пастуху, который приводит лошадь к воде, но лошадь пьет сама. Созидание на духовно-творческой и правовой основе рисительно выступает против любых форм зомбирования, черной и белой магии, всяких оккультных ухищрений, гипнотического воздействия лзы и насилия. И вот я еще раз подчеркиваю, никаких магий, никаких экстрасенсных начал, никаких ухищрений гипнотического плана. Только очевидно, вот Ирочка поверила в то, что она сможет встать вровень с такой великой женщиной, как Мария Магдалина, изгнавшая из своей души всех больных бесов. И другие ребята, которые с ней рядом, закончили были, закончили, значит, вот они сейчас уже университет, прекрасно работают. Здесь все очевидно, все ясно, вот глубинная вера в свои потенциальные возможности привела их к тому, что их талант укрепился. Пятое. Труд воспитуемо должен быть соединен с развитыми формами человеческого наслаждения. Я специально дал ссылку на Маркса, это его слова. И вот это прекрасные слова, и нельзя отрицать у Маркса, скажем, те достоинства, которые действительно являются величайшими открытиями его времени настоящего. И это ценил, кстати, Бердяев, который был весьма-весьма объективным человеком. Так вот, развитые формы человеческого наслаждения – это то великое начало, то великое удовольствие, без которого не может быть развитие духовной личности. И вот сделать так, чтобы человек получал удовольствие, я об этом буду дальше рассказывать, но мои семинары, 5 часов, когда 5 часов, каждый участник в возрасте от 5 лет до, или от 4 лет даже, до 70, работал, слушая меня, проникаясь красотой своих сюжетов, он получал истинное удовольствие. И вот это вот развитые формы наслаждения, потому что развитые означают духовно-творческие. И вот без наслаждения не может быть ни долга, ни патриотизма, ни любви к роднику, ни любви к своей семье. Шестое правило. Самосозидание или саморазвитие должно быть связано с игрой физических, интеллектуальных сил личности. Я не хотел здесь снова цитировать Марксу, но у него тоже аналогичные мысли есть. В чем здесь суть? Игра физических, интеллектуальных сил личности. Во-первых, игра – это свобода. Игра – это детство. Игра – это то, что пленяет юного человека. Игра увлекательна, она снимает усталость, она действительно ведет к наслаждению, когда человек максимум физических своих возможностей реализует в том деле, которое он избрал. И вот я должен сказать, что не только в живописи, не только в учебном труде, но даже в бытовом труде вот эта вот связь физических, интеллектуальных сил личности может творить чудеса. И без этого не может быть истинного воспитания. Вот следующее правило – педагоги, родители и организаторы образования в стране призваны заботиться о расширении пространства любви, свободы и созидания. Вот этот термин – пространство любви. Кстати, вот я недавно познакомился с книжками Магре, ну, собственно говоря, у него даже есть одна книжка, которая называется «Пространство любви». Он там рассказывает о педагоге Щетинине. И вот Миша Щетинин, я его хорошо знаю, давно лет 300 назад были знакомы, Он своим творчеством в школе добился того, что дети, так же, как и мои воспитанники, 18 лет заканчивали вузы, ну, естественно, перед этим среднюю школу, и как бы заражали окружающих своей интенсивной деятельностью, связанной вот с развитием пространства любви. Ибо свобода есть, как говорил Бердяев, образ жизни, присущий любви. Между свободой и любовью нет разницы, нет дистанции, прошу прощения. И вот здесь мне хотелось бы два слова просто заметить о следующем. У нас понятие любви, оно дискриминировалось. Да и нынче, сейчас, когда я говорю, что главная ценность воспитания – это любовь, мне, чиновник или академист, ну, почему любовь? Им мерещится что-то вроде огромного влагалища или порно-севса и так далее. И это не случайно. Я недавно вычитал, оказывается, погонение на христиан началось именно с третирования понятия любви, которое было для Христа и для его сподвижников одним из основных. И вот вечери тайные, вечери или вечера любви, они так назывались. А когда римляне проследили за христианами и увидели, что они отдаривают всех присутствующих святым целованием, ну, они уж точно решили, ну, это уж оргии, это уж сексуальные всякие извращенные дела. И поэтому они запретили даже употреблять термин «вечери любви» или «вечера любви». И вот здесь я должен сказать о шферах любви, что шферы любви, они многозначны и олицетворяют собой весь духовный мир того пространства, в котором находится человек. Эта сфера, когда я, кстати, говорю чиновникам, что любовь, это любовь к отечеству, он соглашается. Сейчас не говорят, правда, любовь к партии, но раньше говорили, к партии государства. Ну, бог с ним. А любовь к своей семье, любовь к профессиональному делу, любовь к родной природе, любовь к культуре, к традициям народа. Ну, и, наконец, любовь к воспитанию, к детям, к супружеской жизни, к противоположному полу. Это, тогда все становится на место. Да, действительно, это самое главное, говорят. Я согласаюсь со мной. Технологии развития педагогики любви и свободы вот развернутые и подробно описаны в этой книге педагогика любви и свободы, которая издана значительным тиражом и в настоящее время готовится к новому изданию, издачеством «Русский мир». Издательство «Русский мир» выпустило недавно такую вот книгу «Дорогу талантам», в которой также развернуты идеи единства, любви, свободы и созидания. Я просто хотел бы, чтобы все желающие познакомиться с проблемами ускоренного развития дарований могли приобрести эту книгу. Позвольте перейти к следующему, восьмому правилу. Оно крайне интересно. Не только мы должны учить детей, но и сами учиться у детей. Надо учиться у детей жажде любви и свободы, самореализации. Вспомним великого польского педагога Корчака, который говорил, чтобы достичь духовной высоты детей, надо не опускаться до уровня ребенка, а становиться на цыпочки, чтобы достичь их уровня. Вот это вот крайне важное правило, постоянно надо напоминать детям, и это приносит огромную пользу. И вот отсюда вытекает следующее правило. Не скупитесь на похвалу. В этом проявляется ваша щедрость души. И когда Ирочка сделала первые успехи, мы ей сказали, ты просто совершила чудо, ты превзошла наши ожидания. И это на нее она снова заплакала. Но это были очищающие, прекрасные слезы. Щедрость души американские психологи называют главнейшим качеством педагога-мастера. Хедрость души – это то, что недостает нашим современным педагогам и родителям. Об этом я им постоянно говорю, но с этим крайне сложно. Следующее правило, десятое. Развивайте в себе и в ваших питомцах главнейшую способность творческой личности, способность визуализации. Я недавно познакомился с очень интересным автором, Дилтсом, Роберт Дилтс, это американский психолог, который написал три книги «Стратегии гениев», где проследил гениальность многих людей на протяжении двух тысячелетий. И вот на первое место любой творческой одаренной личности, любого профессионала он ставит способность к визуализации. Когда я у наших педагогов, ученых, многих-многих спрашивал, назовите вы главную твой способность творческой личности, никто не назвал способность к визуализации. А когда я сказал об этом, тут пожали плечами, знаете ли, это, дескать, ерунда. А, например, наш выдающийся мышлитель, правовед Иван Александрович Ильин, он называл талант созерцания, это способность к визуализации, который означает умение видеть способы решения проблемы, которую избрал силах, умение видеть окончательный результат своей деятельности, то есть продукт своей деятельности, умение видеть себя в развитии, в процессе выполнения этой своей творческой деятельности. И это потрясающе интересно. Кстати, эти мысли, как это ни странно, встречаются у величайших мыслителей первого века, апостола Павла и Иоанна. Это меня тоже, кстати, поразило. И вот этот талант созерцания, он присутствует в наших детях на интуитивном уровне, но мы, к сожалению, не признаем интуицию. У нас все было поставлено, надо сказать, материалистические рельсы. И Владимир Ильич Ленин, я нисколько не осуждать собираюсь его, а вот то, что он свел созерцание к примитивному материалистическому ощущению, это, конечно, уничтожило вот эту вот черту визуализации, как важнейшая способность личности. Кстати, до революции созерцание вовсе не означало ощущения. Удаля мы находим такое выражение. Созерцание есть смотрение вглубь, то есть вглубь своей души, то есть видение себя как бы изнутри. И вот снова я возвращаюсь к моим ребятам, когда я им сказал, что они смогут поступить в ВУЗ, закончить на этой основе, выбрать себе ту профессию, которая им крайне интересна, важно и так далее, они были восхищены. Они стали по-иному смотреть на самих себя. То есть в них обнаружился вот этот самый талант созерцания. И вот следующее правило, вытекающее тоже из этого, одиннадцатое правило, оно звучит так. Повышайте самооценку личности. Психологи справедливо утверждают, что человек с высокой самооценкой легче включается в самые трудные решения задать в нижнем, в любых сферах деятельности. И вот человек с низкой самооценкой, он начинает с того, что да, я это не смогу, я это никогда не делал, никогда и пройти пройти. Кстати, я провел сравнительный анализ по этим проблемам наших детей в Орленке и американских, французских, там, норвегов и так далее. И что получилось? У нас, у молдаван, у украинцев, у якутов самая низкая самооценка, а самая высокая оценка у американцев. Скажу, вот этой книжке я описал это, я описал эту проблему. И мальчик 14 лет, Марк Макафи, он сразу говорил, что я это смогу, если другие смогут. Когда я задал им такой тест, кто может выдвинуть себя на роль руководителя баскетбольной команды, Макафи первый поднял руку, я. А Алексеев Сережа, который был из Новосибирска, прекрасный спортсмен, удивительно крепкий парень, я говорю, Сережа, ты же, вот ты же все-таки так почти первый разряд у тебя. Да нет, ну я, да вот, да так вот, да все и так далее. Ну, короче говоря, низкая самооценка наших детей, наших педагогов, это наша государственная беда. И повышать самооценку, это наша общая цель всех граждан России. И вот из этого вытекает следующее правило. Двенадцатое. Главным методом развития таланта, кстати, и повышение самооценки, является постановка сверхзадач. И вот здесь мне приходит на ум изумительное высказывание нашего крупного ученого, я знаю, там, друга Гурдзеева, там, ну это не важно, Успенского, Петра Успенского. Так вот Успенский говорил, формирует человека, развивает его не просто усилия, а сверхусилия. И это, кстати, было всем известно. Скажем, великий Фолкнер, писатель американский, он говорил, надо стремиться подымать ношу чуть больше той, которую ты поднял уже однажды. И вот он даже в адрес Хемингуэя так бросил несколько, мне кажется, оскорбительные слова, что он свой гений убил своей талантливостью. Он однажды освоил метод писания емких, афористических рассказов, и дальше этого не пошел. А задача заключалась в том, чтобы действительно развить талант до такой степени, чтобы в нем звучало действительно высшее откровение, высшая гениальная сила творческая и так далее. И вот в этой связи я хотел бы сказать о наших семинарах-тренингах, в процессе которых мы ставим перед каждым сверхзадачи. И вот правило 13. Проводите семинары-тренинги. То есть, на мой взгляд, семинары-тренинги – это что-то очень близкое к тому, чем занимались в первом веке рыбаки и многие необразованные, скажем, крестьяне, рабочие, проповедовали христианство. Они из уст в уста передавали великие истины учения Христа, и это быстро очень усваивалось. И вот здесь вот очень потрясающе интересная, ранее мне непонятная вещь. Оказывается, не все можно вербализовать, то есть оформить в качестве словами. Есть какие-то вещи невербализуемые. И вот здесь мне хотелось бы сказать о такой важнейшей, ну что ли, детали, или важнейшей системе развития талантливости за счет развитых форм общения. Кстати, это тоже термин Маркса. Общение, которое наполнено высоким духовным смыслом. Вот общение Христа и его единомышленников, единоверцев, оно было связано именно с развитием принципиально новых отношений между людьми, основанных на любви. Эту же миссию, я бы сказал, христианскую, развивает апостол Иоанн в своих 14 посланиях. Он из города в города входил и из своих уст вкладывал в уста другим свои идеи, то есть идеи, которые были созданы Христом и которые фактически выражали суслость христианства. Кстати, первые 15 заповедей любви, о которых мы будем говорить дальше, они изложены апостолом Павлом. Этого, к сожалению, никто не вспоминает теперь, но это принципиально важно. Дорогие коллеги, мы с вами рассмотрели основные правила развития детской и педагогической талантливости. Об их применении непосредственно в практической деятельности мы расскажем в следующей нашей лекции. До свидания.